В новой части тактико-динамической серии Rainbow Six геймеры проникают в бандитское логово с помощью командной взаимовыручки, смекалки и, конечно, новейших технологий. Впрочем, организованным отрядам противостоит организованная же преступность — группировка биотеррористов «Белые маски». А значит, расклад сил может поменяться в любой момент, и герои штурма сами окажутся в осаде. Компьютерные противники выстроят заграждения, заминируют проходы, они знают, как вас встретить. Но если вы обороняетесь, то будет не слаще. Боты анализируют боевую картину динамически. Завергуйте оперативников из лучших подразделений. Протоколами можете смело пренебречь. На задания выдвигаются те, кого стоит бояться. Британцы СС, элитные французские жандармы GIGN, ФБРовские силы СВЭТ, немецкая опергруппа GSG-9, А также, куда же без наших парней, несокрушимый русский спецназ. Ведем в бой уникального снайпера Тимура Глазкова по прозвищу «Глаз», пулеметчика Александра Санавьева, минера Максима Басуду и штурмовика Шухрата Кисикбаева, вооруженного кассетными бомбами с ракетными зарядами. Если рвануть такую бомбу на полу, то можно даже устранить врага этажом ниже. Но прежде чем получить доступ к суперсовременному вооружению, нужно долго совершенствовать себя. Будущая элита спецназа закаляется в военных учениях на завершившихся недавно армейских международных играх наши десантники выступали бок о бок с китайскими. Когда-нибудь этот опыт поможет командованию сформировать интернациональный отряд, подобный «Рейнбоу» наяву. Ну а пока в программе бодрый разогрев на полосе препятствий и штурм засады предполагаемого противника. В ход идут взрывпакеты и дымовые шашки. Основные действия подразделения — это боевые тройки. Один человек идет вперед, двое прикрывают. Русский десантник всегда пойдет до конца. Он не имеет права сделать шаг назад. Залог успеха — полный контроль над своим телом, даже виртуальным. В новой «Рейнбоу Сикс» геймеру не дают поблажек, но и не сковывают в движениях. Любую анимацию можно прервать в произвольный момент и спасти себя. А механика отклонения стала еще живее. Что на реальном полигоне, что в игре правила едины. Это соревнования осторожности с ускользающим временем. Атаковать в лоб нельзя — верный проигрыш. Но и засиживаться в укрытии — контрпродуктивно. Тикает заложенная недругами боба. Мы станем щитом и спасем неверных от тех, кто намеревается причинить им вред. Тепловизоры, дроны-разведчики, гранатометы, пробивающие стены. И напротив раздвижные стенки, в которых пули ввязнут. В мультиплеере все это будет развернуто против вас. В сетевых режимах придется побыть по обе стороны конфликта, а бывшие напарники станут соперниками. Наши тестеры находят такие тактические связки, о которых мы даже и не догадывались. У игры открываются новые измерения. Будет крайне интересно посмотреть, что же придумают участники широкого тестирования. Оно стартует уже очень скоро. Торопитесь, в закрытую бету еще можно записаться и на несколько недель перевоплотиться в настоящего спецназовца. Где бы враг ни объявился, какие бы сюрпризы ни подготовил, команда «Рейнбол» на шаг впереди. Продолжение следует...